Золото наций – спортивный потенциал, лучшие из лучших. Ведущие спортсмены Брещина, участники вторых европейских игр в эти предпраздничные для города над Бугом дни, встретились в областном центре. Авторы главных рекордов сегодня без спортивной формы. На один день они отложили тренировки, чтобы пообщаться лично с руководством региона. Спорт объединяет людей. Мы все живем в Европе. Это очень важно. И мы посмотрели, когда начинались игры, сколько людей только через Брестскую границу более 18 тысяч человек проехало именно по билетам, по безвизовому режиму на вторые европейские игры. А они, приезжая, вы понимаете, что смотрят на нашу страну, видят, как мы живем, что у нас тоже очень много хорошего и есть чему поучиться. Вторые европейские игры для Беларуси стали особенно знаковым событием. Более 4 тысяч атлетов из 15 стран прибыли в нашу республику, чтобы побороться за награды одного из крупнейших состязаний. За тем, что происходило на площадках, вживую наблюдали сотни тысяч зрителей. Миллионы следили за своими фаворитами через гаджеты и телевизоры. Всего белорусским спортсменам удалось завоевать 69 медалей, 15 из которых на счету берестейцев. Ольга Мельник принесла в копилку сразу несколько наград. Увлеченная спортивной акробатикой брещанка всегда знала, ее упорный труд даст шанс громко заявить о себе. Виртуозность и техничность исполнения элементов покорили международную публику. Конечно, было очень волнительно, потому что была очень большая ответственность, потому что ты выступаешь дома, ты выступаешь в родных стенах, на тебя смотрят люди, которые родные, знакомые, близкие, и не просто где-то там по видео, а смотрят на тебя вживую. Это была очень большая поддержка, ну, также очень большая ответственность. И мы, конечно, очень старались, и я считаю, у нас все получилось. И, конечно, это было очень все прекрасно. К этому мы шли не один месяц, не два. Это была плановая подготовка в течение года. И, конечно, золото – это высшее, что можно достичь, поэтому, конечно, результатом доволен. Для брещанина-стрелка Юрия Щербатцевича серебро европейских игр положило дорогу к еще одной заветной мечте. Он получил лицензию на право участия в Олимпийских играх 2020-го в японском Токио. Залогом его успеха стал характер, сформировавшийся с годами. И спокойствие – важное качество для стрелка. Естественно, спокойствие, какая-то целеустремленность, наверное, ну, как и в любом виде спорта. Главное – спокойствие именно душевное – не нервничать, не психовать. Конечно же, руководство области не могло оставить без внимания такие высокие достижения брестейских спортсменов. Своими результатами они прославляют регион. В торжественной обстановке лучшие из лучших были удостойны почетной грамот от губернатора региона Анатолия Лиса. Здесь же, в торжественной обстановке, одной спортсменок, пенчанке Эльвире Герман, было вручено документальное подтверждение ее нового статуса. Она стала человеком года Брещины. Конечно, такое внимание было особенно приятно спортсменам, которые, в свою очередь, подарили руководители области тематический фотоальбом с самыми яркими моментами вторых европейских игр. Для всех спортсменов я бы хотела сказать огромное, выразить огромное спасибо вам за полный, за внимание и за поддержку. А также подарить такой памятный альбом из европейских игр. Это запишем все самые приятные моменты. А также мы надеемся, что вы любите заниматься спортом, и запишем все наши фотографии. Встреча получилась очень теплой и дружной. Спортсмены поделились своими впечатлениями от большого международного события и заверили, будем бороться дальше за главные награды ведущих первенств. Я хотел бы вам пожелать, чтобы прежде всего за спортивными результатами вы были здоровы, смотрели, внимательно относились к своему здоровью, потому что результаты хорошие, прекрасные, есть куда стремиться, есть что завоевывать. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдвард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдвард Букунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдвард Букунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович.